17 декабря у представителей старшего поколения была возможность насладиться музыкой в исполнении ансамбля «Русский тембр». В Доме культуры организовали концерт в рамках областной программы «Активное долголетие». Все зрители остались довольны. Впечатление прекрасное, музыка бесподобная, а инструменты, которые сейчас показали, многие вообще видят впервые. Потому что это и орган, и это баян вместе, русский баян, и так его показать, я просто не знаю, для меня это было открытие. Такую восторгу Татьяны Дерн вызвал концерт коллектива Московской областной филармонии «Русский тембр». Проходил он 17 декабря в Доме культуры Пушкина. Ансамбль играет на уникальных инструментах – тембровых баянах. Их в 1957 году создал русский мастер-самородок Николай Косоруков. И у коллектива «Русский тембр» хранится один из последних комплектов таких баянов. Впечатление исключительно очень хорошее. Я первый раз присутствую на таком концерте. Очень трогательно вспомнил свою молодость. Очень рады, довольны. Впечатления через край. Вспомнили действительно свою молодость, свои танцы, свои пляски вспомнили. Вот просто душа поет. Выступал ансамбль «Русский тембр» для собравшихся в зале в рамках реализации программы губернатора Московской области «Активное долголетие». Она направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. Поэтому среди зрителей были представители старшего поколения. Работает программа с лета 2019 года по всему Подмосковью. В рамках нее у пенсионеров есть возможность бесплатно посещать разные кружки и спортивные секции. Кроме того, они могут также бесплатно или со скидкой ездить на различные экскурсии. В этом году съездили на фестиваль в Балашиху, на фестиваль в Клин, там в Греутово с ложками, ансамбль «Лошкари». Это все активное долголетие. В Пушкинском округе в рамках программы возможно посещение бассейна, занятий скандинавской ходьбой и многое другое. Также каждый четверг организовывают разные экскурсии. Запись на них проходит в Пушкинском комплексном центре социального обслуживания населения. В основном у нас город Дмитров и Сергий Посад. Выбираем почему, чтобы недалеко ехать, так как лиц с преклонного возраста им тяжело переносить долгую дорогу. Наш краеведческий музей также принимает каждый четверг группы из других муниципалитетов. У нас уже побывали Черноголовка, Богородский приедет на днях, Егорьевск. Даже издалека люди приезжают, в общем-то, интересуются, активно развивается это направление. Такие концерты, как тот, что провел русский тембр, будут еще не раз организовывать с участием разных коллективов. Выступление ансамбля не ограничилось только лишь сцены. Несколько номеров они показали еще в фойе Дома культуры. Восторг и удовольствие собравшихся было трудно не заметить. Вы знаете, мы вообще очень под таким впечатлением, особенно от этих гармошек, это же вообще великолепно. Это же наша история, правильно? Это же все-таки наши отцы, деды и прадеды занимались вот этим вот инструментом. Очень красиво, очень приятно, мелодии очень красивые. В общем, очень замечательно. Мы, Рябинушка, мы даже подпевали сейчас песни эти, которые мы даже знаем. Очень хорошо. Да, открытие вот инструмента этого, мы же никогда не видели, никогда. Они новые инструменты, видите, какие они объясняли. Они не клавишные, там даже есть и вообще очень, это сказка, мне кажется. Обязательно. Пригласят, мы придем. Вся информация о том, как могут провести свой досуг пенсионеры в рамках программы «Активное долголетие» есть на сайте проекта долголетиемосрек.ру. Евгения Клами, Владимир Парфенов, Ушкинское телевидение.